Здравствуйте! Я Дерек Уокер, пастор библейской церкви в Оксфорде. Эта серия посвящена Божьему помазанию для служения. Бог имеет миссию для нас. Он послал нас с великим поручением, говоря, «Идите и проповедуйте Евангелие, и делайте учеников во всех народах». Это то, что мы должны делать в первую очередь. Божья цель для этого времени — спасти как можно больше людей до того, как Он вернется и установит Своё царство на земле. И Он ожидает урожая душ из всех народов мира. А мы с вами играем в этом не последнюю роль. Когда мы услышали Евангелие, мы приняли Христа. И это прекрасно, потому что это означает, что мы пойдем на небо, потому что мы сделали Христа нашим Господом и Спасителем. Но Он не забрал нас на небо сразу. У Него есть для нас цель. Он желает, чтобы мы достигали других людей Евангелием и обучали их. Все мы занимаемся этим разными способами. Хотя не все мы проповедники, но все мы призваны проповедовать Евангелие, говорить об Иисусе и учить других. Просто найдите кого-то, кто моложе вас в Господе, и научите его тому, что знаете сами. А вот что означает делать учеников. Все мы призваны к этому. Но Иисус сказал, что для исполнения этой миссии нам нужно принять силу Святого Духа. Так и Иисус имел на себе силу Святого Духа для исполнения Своего служения. Хотя Он был полностью Богом, Он также был полностью человеком. И когда Он был на земле, Он действовал как человек, но под силой Святого Духа. Ему нужна была эта сила, чтобы совершить свое служение. И какими бы очаровательными, талантливыми или харизматичными мы ни были, нам нужна сила Святого Духа, чтобы мы были эффективными в деле Божьем. Вот в чем смысл крещения. Если вы спасены, то вы имеете Духа Святого внутри, но вам также нужно обратиться к Богу, чтобы принять Духа Святого на вас, ради получения силы Святого Духа. Как сказано в Деяниях 1.8, «Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями до края земли». Это сила Божия для нашей жизни. Есть два вида передачи Святого Духа — внутрь и на нас. Но в обоих случаях требуется, чтобы мы были послушны Ему. Наше первое послушание Богу в вере — это когда мы слышим Евангелие и рождаемся свыше. Так мы подчиняемся Его спасительной любви и Его господству. Это наше общее подчинение Богу. Таким образом, мы говорим «Иисус, ты мой Господь». А всю дальнейшую жизнь мы работаем над деталями. Но есть и второе подчинение, более конкретное. То есть Он имеет миссию для нас, и мы присоединяемся к Его команде. Мы — Его посланники на земле и соработники. Но чтобы выполнить эту миссию, которую Он имеет для нас, мы должны подчиниться Богу и сказать, «Господь, я готов быть Твоим послом, рассказывать Евангелие и готовить учеников, но мне нужна Твоя сила. Поэтому я подчиняюсь Тебе, чтобы получить силу для выполнения этого служения». Делая это, вы можете получить полноту Духа и Его силы. Один из символов этой силы на вас — это огонь и свет. Мы видим это на Пятидесятницу, когда первые христиане были крещены в Святой Дух. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. Так Дух сошел на них и проявился в виде огня и света. Мы уже говорили с вами, что этот процесс похож на масляную лампу. Когда масло внутри, оно невидимо, а когда фитиль соединяется с маслом, то масло наполняет фитиль. Это похоже на то, как Дух наполняет нашу душу. Фитиль выходит из отверстия лампы. Также масло выходит из наших уст, когда мы говорим слова, которые дает нам Дух Святой. Тогда это масло зажигается и появляется пламя. Когда вы говорите иными языками, или когда вы провозглашаете Слово Божие, наполненное Духом Божьим, то это зажигает огонь в вас. Это не всегда видно, но именно это и происходит, когда вы говорите под вдохновением Святого Духа. «Так ваш свет светит». Иисус сказал, «Пусть ваш свет светит перед людьми». Это означает, проповедуйте Евангелие, свидетельствуйте об Иисусе, молитесь в Духе. Это и будет зажигать огонь. «Но в день Пятидесятницы этот огонь был виден на каждом ученике. Дух Божий был на них в виде огня». И в четвертом стихе описано, что стало тому причиной. «И исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». «Итак, подчинившись Духу и произнося эти слова, они активировали силу, что была на них». Когда Иисус сказал, «А вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой», то слово «сила», «дунамис», или «потенциальная энергия», означает именно это. «Когда Дух Святой сходит на вас, он остается на вас. Он никуда не денется, но он может быть в спящем состоянии». «Дунамис» — это потенциальная энергия. Оно у вас есть, но вы можете не знать о ней. Это как энергия в пружине. Когда пружина скручена, вы не подозреваете о ее энергии. «Дунамис» — это как динамит. «Шашка динамита» не выглядит угрожающе. Но когда вы зажигаете его, то это мощно. Так и мы имеем на себе потенциальную энергию, если мы крещены во Святой Дух. Но мы разжигаем эту силу, когда говорим Слово Божие под вдохновением Святого Духа. После крещения во Святой Дух, вы имеете силу, но затем нужно ее высвобождать через молитву на иных языках и говорение. Таким был первый опыт. А потом мы видим, что и у язычников был подобный опыт. И описано это в Деяниях 10, главе 44 по 46 стих. Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех, слушавших Слово. «И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников, ибо слышали их, говорящих языками и величающих Бога». То есть внешним доказательством того, что Дух сошел на них, было говорение на иных языках. А затем Петр сказал, «Если Бог принял их, то как мы можем не принимать их в свою очередь?» А потом он объяснил евреям из Иерусалима, почему он крестил их. Когда же начал я говорить, сошел на них Дух Святой, как и на нас вначале. Началом церкви был день Пятидесятницы. Тогда вспомнил я Слово Господа, как он говорил, Иоанн крестил водой, «А вы будете крещены Духом Святым, итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу?» Затем мы видим продолжение этой истории в пятнадцатой главе, когда Петр говорит, что церковь должна принимать язычников. В Деяниях пятнадцатой главе, в восьмом и девятом стихах он говорит, «И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам, и не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их». Хочу еще раз подчеркнуть тот глубокий принцип, о котором говорил Петр, но который чужд нашей культуре. Но в той культуре все понимали, что нечто может быть нечистым, то есть в негативном состоянии, из-за греха, или же оно может быть чистым, очищенным кровью, но обычным. Это нейтральное или нулевое состояние. Нечистый — это негативно. Чистый — это нейтраль. А положительное состояние, которого стоит желать, это святой. Согласно духовному закону, невозможно сделать нечистым. Вначале нужно очистить это кровью, но только потом нужно сделать это святым. Для этого нужно принести это Богу. Это нужно очистить и принести Богу. Потом нужно посвятить это Богу. И тогда Дух Святой сойдет и овладеет этим. Именно это и сделает данный предмет святым. Это может делать только Дух Святой. Вы не можете сделать это сами или с помощью каких-то добрых дел. В лучшем случае вы окажетесь только в нейтральном состоянии. Но когда вами обладеет Дух Святой, это сделает вас святым. Так вы получите Божью благодать и Божью силу. Когда вы верите и принимаете Христа, то, во-первых, вы очищаетесь Его кровью. Именно это имел в виду Петр, когда говорил, что их сердца были очищены верой. Затем вы рождаетесь свыше, и тогда Дух Святой может войти в вас. А если вы решите посвятить себя Богу ради исполнения Его воли на земле, тогда Он помажет вас Духом, который сойдет на вас. То есть, теперь вы помазаны и отделены Духом Святым для работы Божией. Вначале вы отделяетесь для Бога, чтобы принадлежать Ему. Вы святы с момента вашего рождения свыше. Но теперь вы имеете особое помазание. Вы отделены для того, чтобы делать Его работу. В этом смысл крещения во Святой Дух. Иными словами, поскольку Бог действовал так зрелищно и дал им Святого Духа не только внутрь и на них, это было вполне очевидно, и никто не мог отрицать, что они получили крещение во Святой Дух. А это доказывает, что они были очищены, потому что невозможно сделать нечистые святым. Вначале Бог должен был очистить их сердца верой. Они должны были быть рождены свыше. Это важный принцип. Вы можете быть крещены во Святой Дух только после рождения свыше. Вначале вы должны принять Христа, и тогда вы будете очищены. И только тогда Дух Святой мог сойти на них. Итак, все то, что случилось с язычниками и было очевидным для Петра и других учеников, говорило о том, что Бог принял язычников. Это означает, что они были очищены и рождены свыше. Я хочу показать вам местописание, где Иисус говорит об этом очищение, которое указывает на то, что нужно родиться свыше перед тем, как креститься во Святой Дух. Это очень важно. И об этом сказано в Евангелии от Матфея, 9 главе, 17 стихе. «Не вливают также вина молодого в мехи ветхие, в старую природу, а иначе прорываются мехи, и вино вытекает. И мехи пропадают, но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается то и другое». Мехи обновлялись путем втирания масла. Именно это и происходит во время рождения свыше. Дух Святой втирает масло в мехи вашего Духа, делая его новым. Это рождение свыше или новое рождение. Только после него ваш Дух может содержать новое вино Духа, поэтому вы должны родиться свыше, и только тогда вы сможете принять Дух Святой внутрь и на вас. А сейчас я хотел бы рассказать вам о переживаниях Исаии. Я понимаю, что это пример из Ветхого Завета, но думаю, что он поможет нам понять то, когда мы рождены свыше и уже готовы служить Богу. Для этого нам нужно получить его силу. Исаия был самым уважаемым пророком Ветхого Завета, и мы знаем, как он вошел в служение. А у Бога есть служение для каждого из нас. Он желает, чтобы мы вошли в это служение, но этого не будет, если мы все время смотрим телевизор. Для этого нужно прийти к Богу. Так было с Исаией, и мы можем учиться на его примере. Исаия был из священнического рода. Он был в храме, и у него было видение. Внезапно небесный храм и земной смешались воедино. И вот что сказано в книге пророка Исаии, в 6 главе, 1 стихе. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном. И края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы. У каждого из них по шести крыл. Двумя закрывал каждое лицо свое. И двумя закрывал ноги свои. И двумя летал. И взывали они друг ко другу и говорили, «Свят, свят, свят Господь Саваоф. Вся земля полна славы Его». И поколебались верхи врат от глаза восклицающих. И дом наполнился курениями. Он чудесным образом оказался перед самим Богом. И вдруг он осознал, что он нечист. И сказал я, «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами». Он был священником и пророком, но осознал свою нечистоту. И живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя, Господа Саваофа. В Библии очень часто глаза и сердце взаимосвязаны. Губы — это рупор сердца. То есть, если уста нечисты, то значит и сердце нечисто. Если видите губы, то не забывайте о сердце, потому что часто это одно и то же. То есть, Исаия говорит, «Я нечист в своем сердце, и это отражается на моих устах». Это проблема, потому что он — пророк, но при этом его губы не подчинены Богу. А значит, и его сердце не до конца подчинено Богу, чтобы он мог быть настоящим пророком. Богу нужно было что-то сделать с ним, чтобы подготовить его для служения пророка. Поскольку он был нечистым, он нуждался в очищении. Вначале его нужно было очистить кровью, а затем ему нужно было принять помазание Святого Духа, чтобы его сердце и губы были в огне от Духа Божьего. Только тогда он мог исполнить служение пророкам. В этом случае уста имели очень важное значение, потому что он был призван быть пророком. Мы тоже призваны быть пророками. Провещевать, нести Евангелие. Поэтому нам нужно пережить нечто подобное тому, что было с Исаией. Ему нужно было очищение от Бога, а потом и Божья сила. Затем мы видим, как Исаия кается. Он исповедует свой грех и кается в своей нечистоте. Он кается в том, что перенял качество того мира, в котором он живет. И теперь он такой же нечистый, как и то общество. Он осознает это, кается и заново посвящает себя Богу. Так нужно поступать и нам. Нам нужно покаяться и заново посвятить себя Богу на служение Ему. И тогда Бог наделит нас силой. Затем Бог сделал две вещи. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами жертвенника. Жертвенник — это место, где приносят жертвы. Жертвенник — это прообраз креста, где Иисус пролил свою кровь за нас. Только на жертвеннике были горящие угли, потому что там постоянно сжигали жертвы. А еще на тех углях была кровь. Чтобы лучше понять все это, вы должны знать, что есть три храма. Небесный храм, земной храм, и человек, который тоже является храмом. Все эти храмы — это прообразы человека. Ключевым местом здесь является алтарь для благовония, который стоял во святом, перед святым святых, где находился ковчег завета. Он стоял прямо перед завесой, которая разделяла их. Это символ нашего сердца, внутренней части нашей души, которая соединяется с духом. Священники брали угли жертвенника и клали их на алтарь благовоний. После этого прекрасный аромат поднимался во святое святых. Это символ того, как мы получаем горящие угли от Святого Духа, которые изменяют наше сердце, помогая нам возносить хвалу, славу и поклонение Богу. Алтарь благовоний — это наше сердце, которое выражается через наши уста, а слова — это благовония, которые мы приносим Богу. То, что произошло с Исаией, является прообразом для нас. Итак, в руках у Серафима был горящий уголь, который он взял щипцами жертвенника. Вы должны знать, что эти горящие угли делали две вещи. Во-первых, на горящих углях была кровь жертвы, а хвала, которая выходит из наших уст, идет из очищенного сердца. Получается, что кровь очистила сердце Исаия. Эта кровь была применена к его устам и сердцу. Вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от себя, и грех твой очищен. Заметьте, что кровь жертвы очистила его уста и сердце. Это первое, что должно произойти. Нам нужно получить это очищение. Во-вторых, горящие угли символизируют Божие помазание, которое было приобретено на жертвеннике. Это сжигающие силы Святого Духа. Горящий уголь, символизирующий огонь Святого Духа, был применен к его устам и к его сердцу, и теперь из его уст вместо нечистот выходила хвала и восхваление, приятные для Бога ароматы. Горящее Божие помазание было теперь на нем. Его сердце было в огне, и его губы тоже. И тот огонь, который был на нем, стал и помазанием для того, чтобы он мог быть пророком. Теперь огонь Божий был на его сердце и на его устах, и он мог идти и быть одним из величайших пророков Ветхого Завета. Вот как он получил свою силу. Ему нужно было прийти, покаяться, принять очищение и горящее Божье помазание жертвенника. Это зажгло в нем огонь Божий и дало силу его словам. Когда он говорил, проявлялась сила Божия, не только в виде благовоний во святом святых, но и в виде силы для служения. Слава Богу! Горящие угли зажгли его язык, наделив его силой для того, чтобы пророчествовать. И как только он получил эту силу, ему было поручено идти и проповедовать от имени Бога, потому что теперь он уже слышал Бога. Он посвятил себя Богу и тому, что Бог хотел от него. Бог дал ему призвание. И услышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать и кто пойдет для нас. И я сказал, вот я, пошли меня. Я считаю, что он стоял у алтаря благовоний в храме, но самым важным алтарем было его сердце. Его сердце было очищено кровью, и теперь из него текли восхищения, поклонение и любовь по отношению к Богу. И тогда Бог сказал, теперь ты готов. Твое сердце горит для меня, и теперь я посылаю тебя в мир, чтобы нести мое слово. Исаия ответил, да, пошли меня. И с того момента началось его сильное служение. Он начал действовать в силе Духа. Таких, как Он, было очень мало. Я считаю, что Бог желает сделать то же и для вас. Он желает, чтобы вы пришли к Нему и исповедали свой грех. Так вы получите крещение, вы Святой Дух. Вы имеете право на это, если вы рождены свыше. Вам нужно посвятить себя Богу и попросить Его простить вас за ваши нечистые уста и нечистое сердце. Позвольте Ему очистить вас своей кровью, а также попросите Его наполнить вас своим духом. Скажите, Бог, наполни меня своим духом, Иисус, «Крести меня в Дух Святой, Господь, дай мне те горящие угли, то помазание, ту силу, которая была куплена на кресте, примени их к моему сердцу. Пусть эта сила сойдет и наполнит меня изнутри, а также пусть эта сила сойдет на мои уста». Так первые ученики исполнились Духа и начали говорить на иных языках. Так все и началось. Они молились на иных языках. Это признак того, что сила Божия теперь на ваших устах. Теперь вы можете говорить от имени Бога. Когда вы доверяете Ему, открываете свои уста, проповедуете Евангелие и свидетельствуете, эта сила начинает проявляться «Крещение во Святой Дух» это как огонь на ваших устах. А когда вы доверяете Ему, эта сила высвобождается. Если вы обратитесь к Нему, как это сделал Исаия, и посвятите себя Ему, говоря при этом «Вот я, Господи, пошли меня», то Он даст вам горящее помазание вашему сердцу и вашим устам, и крестит вас «Вы Святой Дух». И тогда вы пойдете по миру, верша великие дела для Бога. Наши служения проходят каждое воскресенье в 11 утра и в 6 вечера в Чейни-Скул-Оксфорд. Субтитры подогнал «Симон»